Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семьяна Чемоданных, с вами я, Славян, ребятки, врываемся в новый, наикрутейший выпуск, сегодня нас ждет долгожданная встреча с нашими друзьями из Смоленска, да-да, наконец-то доехали, сейчас все подробно расскажу, ночевка в интересном месте, и самое главное, досматривайте до конца, ведь мы кое-куда заселимся, и сделаю вам рум-тур. Ребятки, ставьте лайки прямо сейчас, пишите комментарии в процессе выпуска, делайте репосты в свои социальные сети, ну и конечно же, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, я ссылочку оставлю в описании, где описание, там ссылка, нажали, перешли, подписались, ведь в телеграм-канале контент, который не попадет никогда на ютуб. Ну и конечно же, друзья мои, кто хочет нас поддержать, вот тут оставлю реквизиты, также есть ссылка в описании к этому видеоролику, вот теперь погнали. Начинаем собираться, в кемпинге мы сегодня, в кемпинге мы простояли достаточно долго, нам по-моему 1020 или 22 надо будет заплатить за кемпинг, такую котлету сегодня отстегнем, но потому что мы как приехали и стояли, отсюда вообще не выезжали, не было никакого смысла, Темка учился, мы работали, у нас сейчас новые проекты, новые гайды мы пишем. Пришли холода, один день лил дождь, вот так вот затянуто, ночью температура падает до 5 градусов, мы даже видите, вот так вот теплыми одеялками занавешивали окна, чтобы от них не дуло, и это конечно важно здесь сделать, но это такой циклон, который пришел буквально на 5 дней, он как бы уберет лето и оставит осень, сейчас будет нормальный тепло, там 25 градусов, 29 в Ереване, ночью будет там 15-18, как бы ну хорошая температура, но опять-таки в горах уже холоднее, ночью однозначно будет, но вот в циклоне вообще до 3 градусов, это конечно трындец, друзья. Все, наша задача сейчас быстренько собраться, будем отправляться дальше в Ереван куда-нибудь, у нас приехали наши друзья из Смоленска, сам Бат, Ксюша, Агнесочка, Алисочка, вот, поэтому хотим сегодня именно с ними увидеться, ну и посмотреть, что как по плану, они хотят по Армении попутешествовать, мы-то как бы все проехали уже, но есть местах, на которые можно съездить все вместе, которые мы еще не посмотрели. Оплатили, как я и говорил, 72 тысячи драм у нас вышло, но стирку нам делают бесплатно, как постоянным жильцам, все, выдвигаемся отсюда. Так, собачки наши любимые нас провожают, а мы стартуем в сторону, ну пока Еревана, там дальше будет видно. Мы едем, и что хочу сказать, вот здесь вот, это туристический маршрут, сюда возят туры, по вот этой дороге катаются туда-сюда. Мы тоже его весь прокатились и показали, то есть вы можете и самостоятельно по нему отправиться, но я хочу сказать следующее, что здесь продается огромное количество овощей и фруктов, здесь прям стоят вот бабульки, да, и продают, то есть со своих огородов можно купить по хорошим ценам, но помните, что здесь принимают только наличку. Вот мы сколько раз хотели купить, у нас не получается, потому что налички нету. Нам, конечно, очень нравится Ереван. Ну как же меня бесят пробки в этих городах, это просто какое-то сумасшествие, мы уже минут 30 просто толкаемся бесконечно. Вот эту тему я, конечно, ненавижу. И вот на самом деле только из-за пробок я вообще не готов жить в больших городах. Это ты просто свою жизнь тратишь вот на то, что ты стоишь в пробке. Откуда бы мы ни ехали, мы всегда приезжаем в шикарную локацию, в центр Еревана, это скейт-парк. Здесь настолько клевая локация, вот мы сейчас припарковались через дорогу, здесь есть шикарная булочная, прям здесь же пекут, можно посмотреть, как пекут. Вот огромный выбор, и мы не стали теряться, тоже зашли, сразу купили такой наш обед. Пока мы ждем ребят, они сейчас в ближайшее время уже будут переходить границу с Арменией, выходить на связь, и что-то уже в дальнейшем будем с ними думать, куда будем двигать дальше. Вот сейчас в Ереване потрясающе, вот после вот этого циклона, который у нас пришел, сбил всю жару, красота. Да, вот градусов, наверное, 23, пасмурно, в скейт-парке вообще почти никого, прям супер-пупер, а. Блин, что Темка творить стал, короче, на самокате. Так, я в рампу захожу. Тема, только давай, аккуратно, пожалуйста. Давай, сотречь, чтобы меня здесь нет. Красавица. Долго мы ждем наших друзей, никак они не приедут, на связь не выходят. Долго мы искали парковку, чтобы это был именно город. Нашли вот такую вот локацию. Здесь Ереванское озеро, огромное количество чайк. Если вот вы присмотритесь, эти вот белые пятна на воде, это все чайки. Вот здесь вот тоже чайки. Такое ощущение, что там рыбу разводят. И натянута, как это, сетка. И вот они все там, короче, тусуются. Здесь очень новая набережная, видимо, вот прям вот-вот ее сделали. Ну, смотрится, конечно, прикольно. Место, ты вроде в городе, почти в центре. Но, как бы, один. Что, приятного аппетита. Ребята, нашли мы наших друзей, они в спитаке. Поэтому, короче, мы будем ночевать здесь, а они где-то тоже. А завтра утром будем пересекаться. Наверное, уже и не видно ничего. Но мы решили прогуляться по набережной. Взяли с собой чай и идем. И Иван подсвечивается. Найдобрейший. Посмотрите, как у нас здесь красиво. Вот вечером абсолютно непонятно, да? Было, когда я показывал. Но сейчас вот классно. С утра уже рыбаки рыбачат, рыбку ловят. Там проезжают различные службы, моют набережную. Вот видно вот этот вот пирсик такой. Намывают. Но прикольно. Мирошка уже бегает. Мы уже все умыли. Сейчас позавтракать решили в торговом центре. Наши друзья вот буквально вот в двух километрах заселились. Ой, за космические деньги. Самбат вчера вечером звонит и говорит, вот это трындец. Я говорю, да, новые реальности уже таковы. С утра пораньше пробки. Мы с утра пораньше приехали в торговый центр, чтобы позавтракать и встретиться с друзьями. Самое интересное, что у нас друзья вот здесь вот в этом доме поселились. Там несколько квартир, получается, апартамент, да, сдают. А мы где-то за этим домом ночевали на озере. Но общий у нас был вид. Отходите, машина. Общий вид у нас был вот на вот эту вот телебашню, подсвечивается которая. Че, парни, куда мы забежали? В магазин купить девочкам подарки. Правильно. Подарки купили, теперь идем завтракать и ждать долгожданную встречу. Да. Вот это как раз наша история про настоящую дружбу. Где бы мы ни находились, какое бы расстояние между нами не было, мы всегда к друг другу приезжаем и всегда проводим крутое время. Сидели, завтракали и дождались. Вот они. Наши други. Кнепочка, здорово. Привет, подружка. Здорово, со мной. Что, родители вас мучают, да? Привет, сомбай. Привет. Привет. Как учитель. Как зря у тебя маленькая. Привет. Ну как у тебя дела? Вот он, где Родион. Вот Родион, смотри, вот он Родион. Беги скорее за Родиона, беги. Беги скорее. И в ближайшие дни мы будем кататься теперь в две машины большой-большой-большой-большой компании. Мы приехали в очень интересное место погулять. Здесь музей-мемориал. Сейчас дойдем, покажу. Но самое, что интересно, мы подъезжаем, а здесь стоят наши знакомые из Германии, с которыми мы познакомились в Грузии. Да, где же еще можно увидеться, как не в Армении. Вот так вот. Земля круглая, мир тесен. Вон ребятишки там. Мы оставили машину. Вон там, короче, на парковке. Не показал. Доехали, короче, сюда. Потому что параллельно решаемся дома. Мы решили с ребятами заселиться в большой дом, чтобы на неделю, да, чтобы не париться и вместе уже покататься по каким-то местам. Здесь сразу начинается парк. Есть елочки. Я так понимаю, что просто кто-то высаживает вот эти елочки. Здесь у каждой елочки своя дата. Вот, например, вот эта, я так понимаю, елочка из Индии, от Индии. Вот, и так абсолютно, вот высадка всех деревьев. Вот из Грузии елочка. Это тоже из Грузии. Это откуда-то, не пойму. А это вот из России. А, нет, это из Беларуси елочка. Да. Ну и, конечно же, вот, собственно, мы погружаемся в эту грустную атмосферу. Музей геноцида армян. Да, была такая очень-очень грустная история. Мы рекомендовали несколько раз, значит, посмотреть фильм. Называется «Обещание». Короче, как говорится, нужны железные нервы его смотреть. Но я думаю, что если вы не человек-камень, то однозначно, ну, вообще его... Короче, слезы будут литься из глаз однозначно. Вот. Эту стелу видно почти из любого уголка Еревана, потому что музей находится на пригорке. Отсюда открывается наипрекраснейший вид на Ереван. Если сюда приехать в нормальную погоду, когда будет светить солнышко, да, то можно и будет увидеть Арарат. Арарат находится вот тут вот, но его не видно. Вообще, летом Арарат, кстати, редко когда виден. У нас, ну, по утрам только, если вечером, в какую-то такую погоду. Смотрите, как прекрасно. Как прекрасно. Здесь огромное количество полей, стадионов. Вот. Какой-то дом. Это, кстати, вот дом как раз, где ночевали сегодня ребятки. Торговый центр, где мы завтракали. И мы ночевали где-то вот тут вот, короче, тоже на озере. То есть и ребята видели вот эту телестанцию, и мы видели тоже ее только с разных немножко ракурсов. А сюда можно спуститься. Тут горит вечный огонь. Играет такая музыка. А у нас, кстати, выдалась, на самом деле, пасмурная погода. Вот мы, видите, все утеплились. Но мне кажется, вот именно еще погода подчеркивает всю трагедию вот этого геноцида. И, конечно, одно дело в солнечную погоду гулять, а другое дело в такую пасмурную. Ну, короче, у нас сегодня погода конкретно поддерживает в плане вот этого вот ощущения на душе из этого места. А вот с этой Стеллой очень интересная история. Видите, у нее такая полоса, она разделена. Одна получается такая. Один кусок такой большой, другой маленький. И вот смысл здесь следующий, что из-за вот этих всех событий огромное количество армян уехало по всему миру. Всего 10 тысяч, получается, на сегодняшний день. Вот 10 миллионов армян на сегодняшний день. И из них только три живет в Армении, остальные по миру. Вот, это как бы как раз Стелла символизирует то, что огромное количество армян, они разбрелись по всему миру. И вот маленькая Стелла, то, что маленькая часть осталась жить здесь. Я на самом деле не люблю пересказывать историю, там, что это значит, а что это значит. Поэтому я хочу, чтобы... У нас уже в зрителях огромное количество армян. Напишите, пожалуйста, что значат вот эти вот такие штуки, похожие на надгробие в комментариях. А сейчас мы попали уже под землю. Здесь сам непосредственно музей. Вот именно здесь вот, на минус первом этаже, написана вся история по пунктам, как, что, все происходило. Ой, конечно, да, читаешь, и мурашки по коже. Какая это жесть, друзья мои. Просто трындец. Так, мы снова в торговик на обед пришли. Короче, рекомендуем, ребят, какие-то шерпицы, потому что цены крутые вообще. И самое главное, очень вкусно. И порции огромные. Вот мы все дружно здесь обедаем. Да, Алиска. Приехали мы заселяться за город. Ждем ребят, они чуть отстали. Какой у нас большой домяра будет, надеюсь. Ну, сейчас посмотрим. Вот этот туман нас встречает. Посмотрите, какой упал туман такой мощный. Вообще, слушайте, невероятно. Он прям двигается очень-очень быстро. Самбат уже загоняет машину. Ну, хочу сказать, что в таких коромах мы еще не жили. Вон там Ксюша с Алиской выходит. Это, конечно, вау-вау-вау. Да? Ну, что, вам дом-то понравился? Да. Ксюша, понравился, серьезно? Да. Да, конечно, да. 300 квадратов. Реально просто огромное. Мы будем играть в прятки. Слушай, сейчас мы сделаем рум-тур, потом расскажу по цене. Вот вообще, сама такой ценный говори. Ты уже здесь много чего поснимал. Расскажи о проблеме вообще вот в Армении с жильем. Ну, не только в Армении, во Владикавказе. Да-то везде была проблема в том, что ценники неадекватно дорогие. Ну, наверное, X3-4 по сравнению с тем, что было год-два назад. Здесь крутая цена, да? Здесь это просто. Ладно, обязательно. Надо сначала увидеть, вот какой он, и потом уже цену, да, назвать? Ну да. Ну, когда ты сказал, я подумал, что это развод. Такого не бывает. А вдруг нас развели? Просто в рабство. Мы будем здесь работать. Нет. Здесь, короче, крутяк территорию уже, когда проснемся. А вот сам дом, конечно, покажу. Но здесь конкретно вообще, какой туман падает. Дом с историей. Дом, кстати, да. Этот с историей здесь жил, я так понял, немец. Писатель, поэт, музыкант. И всякие там приблуды в доме, короче, остались. Ладно, буду загонять машину. Здесь вот место на две тачки, в принципе. Я надеюсь, я сейчас сюда заеду. Ну, посмотрим. Писатель, поэт, 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 поэт. Пока наш самбат разгружает две машины. Самбат, это тоже надо разгружать. Не забывай. А стол, кстати, надо это занести. Это для детей мы специально достаем, чтобы они играли. Так, я буду вам делать рум-тур. Так, пойдемте. Короче, друзья мои, это огромная парадная. Обращайте внимание на то, что это дом поэта. Здесь высоченные просто потолки. Реально высоченные. И он огромный. Это 300 квадратов, прикиньте. 300? 300 квадратов. Это у нас такая здесь большая-большая прихожая. Да, туман вообще, он прям падает сильно. Вот это вот все, это мраморное. Короче, чувак, который здесь жил, заморочился. Сейчас ребята снимают. Короче, смотрите, это первый этаж. Мы заходим, большая прихожка. Слева у нас очень большая кухня. Здесь наши детишки уже играют. И газовая плитка. У нас теперь на какое-то время будет вот такой вот борг. Огромнейший просто холодильник, где они там оставили. Говорит, все это, говорит, можете пользоваться. И морозилка полностью забита мясом. Говорит, можете все есть. Вот. Короче, прекрасно, светленько, красиво. Дальше. Там прихожка, там далее. Здесь огромнейшая, короче, такая гостиная. Здесь стыд два дивана. Старинный диджейский пульт. Телевизор, камин, который рабочий, он говорит, можете разводить и так далее. Здесь идеально огромнейшую елку поставить. И прям круто-круто-круто будет. Так, двигаемся дальше. Здесь у нас... Туалет. Туалет. Здесь у нас... Самбат с олицей. Ну ты чего? Здесь, значит, у нас большая комната. Здесь будут играть дети. Маленькая пианинка еще. Большая пианинка. Жаль, мы, значит, не умеем играть. Здесь у нас выход на улицу. И огромный бассейн. Территорию покажу утром, когда рассветет, потому что там есть еще мангальная зона, красивые виды. И здесь недалеко есть прям пруд. Точнее, вот прям сразу за озером. Но это, ребята, утром. Так, закрываем. Ну и, соответственно, да, как вы замечаете, как мы любим огромнейшее панорамное остекление. Так, идем далее. Здесь у нас комната, где... Ну, такой хвостблок. Здесь тоже есть душ. Сейчас включу свет. Вот, пожалуйста, душевая, стиральная машинка. Ну, вот такое все, что нужно для... Такая отдельная комната для быта, да. Здесь какая-то комната, но у них там лежат свои вещи. Они говорят, типа, это... Лучше не заходите. Мы говорим, ну, хорошо, значит, не будем. Куда? Сюда? Ну, нет, там их комната закрыта с вещами. Теперь, друзья мои, приглашаю вас уже непосредственно на второй. Этаж. Пойдемте вот так вот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это все мрамор, прикиньте. Невероятно. Так, Настенка, здесь уже мрамор переходит в паркетик. Ух, маячок. Здесь, короче, должна быть огромная еще кухня. Вторая. Нет, это кухня, она сказала. Здесь будет кухня. Вот, ну, это, короче, как бы комната пустая. Здесь есть выход на балкон. Так. А, вот, открыто пока. Вот, пожалуйста, балкон. Здесь у нас эфелевая башня. Пожалуйста. Огромный-огромный участок, 30 соток почти. Вообще кайф. Так, ладно. Закрываем. И двигаемся дальше в следующие комнаты. Попадаем вот в эту комнату. Но здесь, короче, лампочка перегорела. Нет света. Ну, мы вообще с ребятами подумали, что мы, походу, сюда даже заходить не будем. Но она реально гигантская. Просто так же вот с таким балкончиком панорамное остекление. Шикарно. Так. Двигаемся дальше. Дальше у нас вот здесь вот еще одна комната, где, наверное... Так. Мы кто-нибудь будем спать. Здесь единственная кровать. А, нет, есть еще комод с зеркалом. И это такая шкаф-кровать. Здесь есть выход на балкон. Шикарно. Огромный-огромный балкон. Посмотрите. Это, кстати, как туман догоняет. Видите? Как будто где-то кальянное жесткое. И вид уже вот тут пруд. В нем увидим бассейн. Участок нашей машины. Просто прекрасно. Так. Шикарно. Двигаемся дальше. Я уже устал делать рум-тур. Это самый долгий рум-тур, который когда-либо делался. Честно. Смотрите. Здесь мы попадаем еще в одну комнату, где у нас есть детский манеж, кровать и матрасы новые. Девчонки здесь уже их разрывают и хотят застилать. Ксюха вот сразу забила себе эту комнату. Так. Че? Так. Здесь, значит, у нас еще туалет. Это второй же, да, по-моему? Да. Я уже прям запутался, да. Короче, это в доме второй. Оно еще есть на улице. Прекрасно. Здесь же ванная комната. Палноценная ванная, друзья. Есть, как он называется, крюч-туалетный сторик, да, по-моему? Еще есть небольшое такое зеркало. Это я очень сильно уставший. Так, полотенцесушитель и так далее, и тому подобное. Дом очень теплый. И вот еще одна комната, друзья. Здесь также кровать, два матраса. Ну, просто прекрасно. И старинный, старинный. Кто это? Ну, вы поняли, короче. Что-то старинное. Друзья мои, мы сейчас будем ужинать, отдыхать, отмечать новоселье. Мы, ну, минимум неделю мы проживем в этом доме с друзьями. Будем вот так вот жить. Вот в таких вот хоровах. Представляете? Невероятно все дружно с двумя семьями. Фух. А цену я вам пока еще не скажу, потому что я хочу вам показать, что у нас есть здесь в округе. Но это уже с утра, поэтому не переключаемся. Доброе утро, как говорится. Детям поставили отдельный стол. Готовим завтрак на огромную просто семью. Да, мы вчера купили бустерму. Все ребята говорят, надо обязательно попробовать. Я, конечно, не люблю такую штуку. Не любители всяких деликатесов. Ты любишь такие деликатесы? Люблю? К пиву, конечно, люблю. А, ну к пиву, к пиву-то я с утра не буду пить. Так, ты попробовал уже бустерму, правильно? Ну и что, как? Соботка, это прям вкусно очень. Она прям такая, как должна быть. Она, во-первых, нарезана тоненько, как надо. И мягенькая бустерма. Ты пробовала на себя? Да, маленько пробовала. Вкусно. За ваше здоровье. Потому что я даже и пробовала, просто не знала, что это бустерма. Не надо столько хлеба закусывать. Ты вкусный поймешь, зачем ты я буду кушать? Я буду кушать, ничего говорить вам не был. И вот теперь я вам покажу. Вот вы видели, как едим мы, да? Вот это вот все. Вот это вот переполох, потому что у нас много детей. Собат был в этой же лодке, потому что Ксюша спала. А теперь Ксюша проснулась и смотрите, как она кушает. Вот так вот, понимаете? Все вот так вот аккуратненько, на красивой тарелке. Вилочка, вот нарезочка там. Петрушку себе зарядила, десертик стоит. Понимаете? Вот. Главное отличие многодетных и бездетных. Либо тех, которые проспали. Вот так вот. Ну красота, ну какова красота. Мы, конечно, давненько мечтали пожить в доме. Какой-то отрезок. И вот у нас получается мысли материальные. Давайте покажу вам территорию, коль вышел с от лица, да? Ой, клево. Пойдемте, смотрите. Здесь этот человек построил вот такую вот... Они называют это Эфелева башня, но мне кажется, это маяк. Как считаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что она вроде похожа, как башня до башни. Но то, что наверху вот это вот, прожектор, который стоит, вот прям вот мне напоминает. Это очень сильно маяк. Но ваше мнение жду в комментариях. Короче, смотрите, здесь вот вход у нас. Два места под машину. Вообще, в целом одно просторное, либо два узких. Здесь у нас столик, где можно сидеть с прекрасным видом. Здесь просто территория, которая еще пока не облагорожена, не ухожена, но огромнейший горизонт для того, чтобы что-то сделать красивое. Так, здесь у нас вот, пожалуйста, качелька. Ну, короче, здесь вот облагораживай, облагораживай и облагораживай. Будет все очень-очень достойно. Это вот балкон, на который вчера вечером выходили. Виды потрясающие, просто очень красивые. Так, здесь где-то у нас озеро. Опа, давайте сходим. Здесь, кстати, огромное количество у них деревьев с миндалем. Вот, пожалуйста, миндаль. Там вот миндаль, где я выходил на улицу. Короче, много. Здесь также, смотрите, какой пруд. Я спросил, купательный, не купательный. Он говорит, нет, это не купательный пруд. Учитывая, что есть озеро, да, здесь очень такая серьезная влажность почему-то. Ну, и туман такой падал, да, вот вчера вечером тоже. Комаров нету вообще. Вообще, вот прям от слова совсем. И это, конечно, радует. Дальше здесь на территории, значит, есть... Вот раз мангал, можно этим мангалом пользоваться, нам он не нужен. Здесь есть мангальная зона. Здесь, кстати, бойлерная котельная. И здесь... Так, еще какая-то дверь, ну ладно, не нужна нам она. Здесь есть вот уличный туалет, да, когда, например... И душ, кстати, вот, когда ты, например, что-нибудь здесь делаешь, чтобы тебе не бегать никуда. И, собственно, сам мангал, да, из кирпича. И в нем, конечно, шашлык будет, ну, потрясающий. Сто процентов есть. Вон, дровишки, уголь, говорит, всем можете пользоваться. Пожалуйста. Раковинка. Все это дело. Здорово. Да, выключили свет, Тёмка. Ну, ничего, сейчас включить, наверное. Так, ну и, собственно, вот по территории можно походить. Здесь также... О, это, кстати, слива растет. Вот посмотрите, сколько слива, и она вот вся уже просто опала, и некому было собирать. А дерево уже все пустое. Жаль, конечно, жаль. А вот остатки, кстати, слива еще висят. Вот надо, наверное, подсобрать будет. Так, чтобы не упало и не испортилось. А здесь у него тоже вот огромное поле. Вот, смотрите, какое. Вообще просто, да, покосить, и можно играть в футбол. Ну, вот такая вот территория. Да, можно, кстати, все это дело, конечно, посмотреть сверху. Мне как-то Саббат говорил, что он очень хочет, чтобы мы сгоняли в Степанакирт, по-моему, так называется город. Это в Карабахе. Но сейчас, к сожалению, туда не поедешь. Вот, и он говорит, там надо памятник один посмотреть. И вот мы сюда приезжаем, и Саббат говорит, о, вот этот памятник надо было посмотреть. Там, а он, короче, здесь вот есть в миниатюре. Представляете, это вот прошлый хозяин дома вот так вот все здесь изобразил. Очень творчески здесь человек жил, и мы вчера, когда все зашли в этот дом, и такие сразу чувствуется благоприятная атмосфера в этом доме. Представляете, как здорово. Да, когда у тебя вся вся сестричка поможет тебе всегда. Да, Агнесса? Поможешь Мирочке одеться. Я у тебя. Родик, пусть Агнесса, пожалуйста. Родик, пусть Агнесса. Ну вот, вот так вот. Мирочка на улице хочет идти гулять. Мы, ребят, сейчас отправляем по самому туристическому маршруту в Армении. Мы снимали про этот маршрут уже выпуск. Обязательно посмотрите. Я там ссылочку где-нибудь оставлю в описании. А сами будем наводить, что мы будем наводить? Порядок. Порядок в доме. Да, стены надо штукатурить. Да, да, да. Самбат нас решил запречь. Говорит, давайте, чтобы мы вернулись. В доме была идеальная чистота. Но на самом деле нужно и в машине прибраться. Пока есть площадка, участок. Все там убрать. Подготовить дальше к путешествию. О, разгрузили, кстати, мы тачку. Будем, короче, заниматься. И представляете, я совсем вам забыл сказать, сколько же по цене такие хоромы. Так вот, они нам обошлись. 56 долларов за сутки, что считаю очень сладкая цена. Представляете? Такой масштаб. 56 долларов. Туда можно смело было заселиться тремя семьями и 56 долларов вообще разделить на три семьи. И мне кажется, нам снова повезло вообще. У Настенки такой прям талант. Когда я ничего не могу найти, заходит Настенка и что-нибудь вот такое интересное всегда находит. Короче, Настенке, передайте респект. Но я буду с вами прощаться. Как вам встреча? Как вам дом? Пишите в комментариях. Лайкосиком подкрепляйте комментарии и репостики. Ну, в общем, все по стандарту. Поддерживайте нас, друзья мои. Увидимся в новом видеоролике совсем скоро. Пока. Продолжение следует...